Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником, с верным воскресением, с кодом Господним в Иерусалим. Это один из двунадесятых праздников, и, конечно же, вся полнота Церкви его торжественно отмечает, потому что этот праздник связан нисколько с весельем, да, вот как мы привыкли веселиться, освещать в этот день, ветвевая, но даже не подразумевая, насколько глубокий духовный смысл несет в себе этот праздник. Ведь Господь на жребяте въезжает в Иерусалим не для того, чтобы его прославляли, не для того, чтобы в честь его ликовали, а для того, чтобы принести себя в жертву. Он входит как Агнец на заклание. И, конечно же, люди, которые ликовали, которые радовались, они радовались и ликовали Христу как такому великому чудосворцу, который только что недавно воскресил из мертвых Лазаря, а сегодня он приходит в Иерусалим. И поэтому, конечно, слава о том воскресении, которое произошло, дошла уже до Иерусалима. И люди ликовали и радовались пришествию Мессии, как бы признавая его действительно Богом. Но в то же время они жаждали того, что Он, как Мессия, придет и дарует им свободу. Потому что мы знаем, что тогда правила римская власть и иудеи, конечно же, стремились к свободе, и они ждали прихода Мессии не сколько спасителя их бессмертных душ, а сколько освободителя их от плена римского и дарование им, как богоизбранному народу, всецелой власти над всеми народами, живущими в этом мире. Но Господь приходит в Иерусалим, осознавая, что Он должен принести себя в жертву за тот народ, который, казалось бы, ликует и приветствует Его. Но этот народ будет через несколько дней уже кричать «Распни! Распни Его!» Потому что они разочаруются в Иисусе Христе, потому что Он не сможет им дать то, что они хотят. А то, что Он дает им, им это не нужно. Поэтому, конечно же, в начале Евангелия мы с вами слышим описание того, как Господь восседает в доме, и рядом с Ним находится и Марфа, а Мария берет мира и омывает слезами своими его ноги, и в лосами оттирает его ноги, и миром этим помазывает ему ноги. Рядом возлежит тот самый Лазарь, который был воскрешен из мертвых. И, конечно же, множество народа притекает к этому месту, дабы видеть воскресшего из мертвых Лазаря. И поэтому, когда народ начинает собираться, его становится все больше и больше, иудеи, фарисеи, книжники, они начинают в своем помышлении затеивать убийство не только Иисуса Христа, но, говорят, и Лазаря надо убить, ибо ради него так много людей приходит и начинают верить в Иисуса Христа. Один из учеников, Иуда, который видит возливаемое миро на ноги Христа Спасителя, начинает тоже негодовать и говорить, во что эта гибель такой ценности? Ведь она может быть продана за 300 динарий, и эти деньги могут пойти на помощь бедным. Господь же говорит, бедных вы всегда имеете собою, меня же не всегда будете иметь собою. И тогда, конечно же, уже вот с этого момента начинается великое служение Иисуса Христа в качестве Агнца. Сегодня день, когда принято было в преддверии Пасхи иудейской выбирать Агнца на заклание. Именно в этот день Господь приходит в Иерусалим сам, как Агнец, избранный Богом на заклание ради спасения рода человеческого. Но, конечно же, мы видим, с каким смирением, с каким трепетом Он несет на себе это служение людям. Ведь не просто так Он говорил, что кто хочет быть первым, да будет всем слугой. И кто хочет быть над кем-то, да будет всем рад. И только тогда человек, пребывая в таком качестве, сможет достичь высоких духовных высот, которыми, конечно же, мы с вами должны все стремиться. И Господь явным образом показывает нам, грешным людям, что нужно для своего спасения. И сегодня Господь призывает нас не кричать «Осана Вышних, благословев гряды во имя Господне!» Не быть лицемерами, но взять на себя крест и идти вместе с Христом на заклание. Оседлать грех, которому мы служили на протяжении всей своей жизни. Очиститься от этого греха и тем самым, так же, как и Господь, зайти на крест для спасения своей души. Мы помним с вами слова, когда Иисус пошел к Лазарю воскрешать его измертвых. И ученики сказали, «Идем, и мы с ним умрем!» Вот так и мы должны тоже идти за Христом, не с желанием получить от Него сладкую райскую жизнь, не с желанием прославиться как-то в этом мире, а с желанием пострадать за свою душу, за души наших родных и близких, а самое главное пострадать за Христа. И от нас никто не требует идти на Голгофу. Нас просят только о том, чтобы мы жили благочестиво, чтобы мы жили со Христом, чтобы сердце наше наполняло Божья благодать, любовь, милосердие, сострадание. Это уже великое служение, которое Господь предлагает нам взамен Голгофы. И поэтому, конечно же, человек стремящийся исполнить то, для чего Господь пришел в этот мир, чтобы научить нас любви, чтобы научить нас спасению, чтобы научить нас милости. Да, сам Господь сказал, я милости хочу, а не жертвы. И поэтому, конечно же, и мы с вами должны быть милостивыми людьми, любящими друг друга. И вот эти вербы, которые мы сегодня освещаем, это не какой-то целебный талисман, который мы используем для того, чтобы там у нас было все в доме хорошо и прекрасно. Потому что не может быть в доме хорошо и прекрасно, если в нем нет Бога. И никакая верба не способна заменить Бога. И поэтому, конечно же, когда человек взирает на вербу, то он в первую очередь должен вспоминать о Боге, должен вспоминать о Его заветах, которые Он оставил нам, чтобы человек стремился к возрождению из мертвых, как вот эти вербы после зимней спячки оживают и распускают вот эти бутоны. Так и мы должны тоже очищаться от всякого греха, и чтобы наша душа преобразовалась и становилась духовной, становилась любящей, становилась милосердной, чтобы все наши пороки были искоренены из нашей жизни. И чтобы, конечно же, мы всегда и во всем видели промысел Божий, чтобы всегда опирались на Бога, чтобы всегда мы помнили то предательство народа, кричавшего «Осана Вышних, благословен, гряды во имя Господне», а через несколько дней уже кричащих «Распни, распни Его», чтобы нам не быть вреда в тех людей, чтобы мы всегда были готовы принести сами себя в жертву Богу ради того, чтобы Его величие всегда было на этой земле и чтобы человечество осознавало, что оно ничего из себя не представляет, если в нем нету Бога. Я смотрел в интернете, когда воины наши становились на колени перед воем и молились, и просили, чтобы Господь помог им. Понятно, что некоторые из них не вернутся с этого боя, но то, что они знают, что они находятся в руках Божьих, то, что они обращаются к Богу, то, что они уповают на Его милость и помощь, это говорит о многом. Поэтому и мы тоже должны вопиять ко Господу Богу, стоять пред Богом на коленях и не сметь взирать очами своими на высоту небесную, потому что настолько мы греховны, настолько мы забыли Бога, настолько отдалены мы от Бога, что, конечно же, нам надо подумать над тем, а достойны ли мы называться детьми Божьими. Или мы, как Иуды, готовы в любой момент ради своего благополучия предать Христа вновь на распятие и кричать везде и всюду распни, распни Его. Конечно же, были среди тех людей, которые кричали о Санавышних и искренне верующие люди, особенно здесь упоминаются дети, потому что вера детей настолько искренняя и настолько глубокая, что они искренне верят. и чистота вот этой души, она незыблемо отображается в Евангелии. Люди постелали свои одежды, рвали ветви вая, постелали их на пути Иисуса Христа, как бы приветствуя правителя этого мира. Но Христос пришел в Иерусалим не в колеснице, не на жеребце каком-то там породистом, он вошел в Иерусалим на осляте. Скромный, любящий, милующий родчеловеческий Христос Спаситель входит и таким образом даже уже здесь проявляет свое смирение, которому научает и нас. Так будем и мы со смирением молиться ко Господу Богу, каяться в своих прегрешениях. Будем и мы взращивать в своих сердцах любовь к Богу и друг другу, проявлять милосердие, как Господь проявил это милосердие в отношении нас, принеся себя на заклане, чтобы каждый из нас готов был чем-то жертвовать ради Бога, чтобы каждый из нас осознавал свою причастность к Божественному миру и стремился к очищению своих душ от всяких грешных помыслов и действий, чтобы наполнял свою душу только лишь благими помыслами, которые бы в первую очередь были направлены на то, чтобы прославлять Господа нашего Иисуса Христа и с этим, конечно же, следовать по своему жизненному пути. Пусть эти ветви вая всегда свидетельствуют о величии Божьей милости в вашей жизни. Пусть эти ветви вая хранятся у вас на протяжении года в ваших домах и являются частичкой Божественной благодати, которая снизошла на них со священием Святой Крещенской воды. Пусть благодать Божья наполняет ваши сердца, ваши дома и ваши семьи. И пусть среди вас пребудет любовь. Храни и благослови вас Господь. Редактор субтитров Субтитров